Человек-паук 2 по праву считается не только одним из лучших фильмов о Человеке-пауке, но и вообще одним из лучших кинокомиксов. Однако, как оказывается, у этой картины было аж три версии сценария, одна из которых была полностью переписана, а другая несколько видоизменена. И вот вторая, признаюсь вам, звучит очень любопытно, и о ней мы в основном сегодня и поговорим. Итак, во время работы над Человеком-пауком, Сони, уверенные в невероятном успехе картины, по ходу её создания уже начали искать сценаристов для написания истории сиквела, и планы были начать работу над второй частью фактически сразу же по окончанию работ над оригиналом. Так оно и случилось. Боссы студии поручили Альфреду Гоху и Майлсу Миллера, авторам Таймс Молвилля, писать сюжет сиквела. Ну и давайте же узнаем, каким видели продолжение истории Питера Паркера эти двое. А видели они, что в Человеке-пауке 2 Человеку-пауку должны будут противостоять аж сразу три злодея, а именно Черная Кошка, Ящер и Доктор Осьминог. Да, приём убивающей франшизы о Спайдермэне хотели применить уже на втором фильме, и видимо Сони, почуявшие, что три злодея, ну это как-то слишком, наняли другого сценариста, которому было поручено переписать историю этих двоих. И да, вы правильно заметили, что кроме трёх злодеев, я никаких других деталей из первого сценария Человека-паука 2 не назвал. А не назвал я их, ну, потому что их банально нет, кроме информации об антагонистах, о той версии истории больше ничего неизвестно. Но вернёмся к перипетиям написания сюжета Человека-паука 2. Дальше сценарий отдали призёру Пуллицеровской премии одной из самых престижных наград в области литературы Майклу Чабану, которому было поручено переделать существующий сценарий. Именно Майкла стоит благодарить за то, что Доктор Осьминог стал единственным злодеем сиквела. Но если бы сценарий Майкла использовали при создании фильма, то история всё равно была бы несколько другой. Но давайте не будем отходить далеко от кассы и сразу поговорим об его версии Доктора Осьминога. Во-первых, Отто поправили возраст. Вместо профессора 40-50 лет он стал молодым человеком, примерно одного возраста с Питером. Во-вторых, теперь ему прописали отдельную любовную линию. И нет, не с его женой, а с Мэри Джейн Уотсон, который Отто также был небезразличен. Вот вам пример одной сцены из того сценария. Октавиус и Мэри Джейн поехали в эфиопский ресторан. Они сидят за столиками, им подают блюда, и Отто начинают их есть при помощи своих металлических щупалец. Октавиус, влюблённый в Мэри, считает, что когда он носит эти щупальца, у него в организме случается выработка эндорфинов, поэтому дополнительные четыре руки ему становятся как наркотик. В итоге доходит до того, что он стал их надевать на каждое свидание с Мэри Джейн, сильно оттолкнув этим девушку. Поворотный же момент случается, когда он с помощью щупалец забивает хулиганов на улице, когда те пристают к этой паре. А теперь главное событие. Если вы помните, одной из основных тем Человека-паука 2 было лишение Питера Паркера своих способностей. В отличие от итогового фильма, где Питер лишался способностей по ходу принятия идей, что карьера супергероя только вредит его личной жизни, в версии Майкла Чавана сам момент лишения суперспособностей был объяснён. В его истории Отто Октавиус отвечал за создание пауков, один из которых и укусил Питера в первой части. И Октавиус же разработал специальный чип, который позволял отключать суперспособности, которые давались по укусу паука. Питер, как и в итоговом варианте картины, решал, что Человек-паук мешает его нормальной личной жизни. Однако здесь Паркер, чтобы избавиться от своих способностей, вводил себе под кожу этот самый чип. Он приходил к Отто в облике Спайди и забирал этот чип. В итоге Питер терял суперспособности на протяжении всей картины и к концу фильма он их практически полностью лишался. В этом сценарии, кстати, была сцена боя Доктора Осьминога и Человека-паука почти без суперспособности, где Спайди приходилось импровизировать, используя окружение вокруг себя. Как я говорил ранее, щупальца стали для Отто чем-то вроде наркотика. Более того, они начали причинять ему невероятные физические боли. Поэтому здесь он искал Человека-паука не только для выполнения условия договора с Гарри, но и для того, чтобы извлечь этот чип из Питера. Чип подавлял не только силу паука, он также мог помочь стабилизировать состояние Отто. И говоря о Гарри, в версии Чабана у него была намного большая роль. Во-первых, стоит сказать о самом персонаже. После убийства его отца, у Осборна-младшего началась паранойя. В своей квартире он установил несколько уровней охраны, вроде сканирования сетчатки глаз, поставил решетки на окна, укрепил стены и окружил себя десятком телохранителей. Его мания Человеком-пауком набирала свои обороты. Каждую ночь ему являлись постоянные ночные кошмары, где главная роль была, конечно же, у Нормана Осборна. В итоге он начал охоту на Спайдермена. Через Бьюгл была назначена награда в 10 миллионов долларов за голову Человека-паука. В сценарии, например, была сцена, как Спайди, прилетев на помощь обычному человеку, чуть не получил от него пулю в лоб. Поэтому объединение Гарри с Октавиусом имело под собой больше мотивации, как со стороны Осборна, так и со стороны Отто. В финале Осьминог все-таки захватывал Питера и приносил его тело в свою лабораторию, где располагал его на специальном аппарате для излечения позвоночника из организма. В этот момент и Гарри, и Мэри узнавали, что Человеком-пауком все время был Питер. Мэри Джейн, зная, где обычно находится Отто, приезжала в его лабораторию и убеждала Октавиуса отказаться от эксперимента. В итоге освободившийся Паркер теперь спасал уже Мэри Джейн из разваливавшейся лаборатории Отто. Сэм Рейми, прочитав сценарий Майкла, решил переделать его работу, но при этом оставив большинство деталей. На этом все, друзья. Пишите свое мнение в комментарии. Хотели ли бы вы увидеть такого Человека-паука 2? И что вообще обо всем этом думаете? Если понравилось видео и было интересно меня слушать, то ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok